А в наушниках-то почти ничего не слышно. А наушники так по-настоящему не работают. Что-то там то ли не туда штекеры воткнуты. Я только будто утром думал о вас. Ой-ой-ой. Я потом вам напишу или как. Игнательич, что там с документами? Не нашли никого? У меня все подготовлено. Виктор придет, только снять. Показать, какие и что там. Я столько набрал всего из интернета с документами. Ну, послал им туда. Они говорят, вы что берете-то какой-то. Это мне... Где вот это? Из Англии ответили, что есть на английском прямо языке. А я-то им послал, уже все заполнил анкету, чтобы перевели. Они какие-то все разные. Постоянно меняют. Тут такие вопросы. Прямо... Но надо, чтобы рядом кто-то был, открыл, как они называют, там, аккаунт какой-то или почтовый ящик. И главное, бумаги-то не без денег. На шенген свободно мы бумаги сделали, попадали. А здесь все только онлайн и только в интернетной версии подавать. Кому платить деньги? Почему в долларах, а не в евро? Ничего не понимаю. Такие условия ставят. Даже прочитаешь и думаешь, ну, неправда это. Ну, пишут специалисты, и у них специальные форумы открыты по этой. Они все, весь мир объездили. И все, фирмы, фирмы, фирмы. Мы пошли, мы же через посредников на шенген открываем-то. Я так ее и не понял до конца. Хорошая женщина, так, ну, ехать обязательно надо. Но до этого Свердловск, представь себе. Снять отпечатки, сейчас Новосибирске. И вдруг сто с чем-то человек отказали им. И причина какая? Что-то там с оборудованием связано. Никак у меня не укладывается. Нам нужно подготовить прямо в эти дни. Потому что, которая приняла документы на открытие шенгенской визы, это посредники, а она ответила, в прошлом году открывала, что, ну, третьему, пятому в июне у нас будет на руках уже это. Если будет на руках, значит, путь нам открыт. И мы свободно теперь будем заботиться о месте, куда заезжать в Ставку. Ставки-то нету? Это тоже нам вопрос. И сразу начинаем тогда мы по Англии. Англия-то не открыто, но по тому, как там оттуда приглашают, они там уже развили такую деятельность, там даже не за 3-5 дней не выйдешь. Я говорю, вы сделайте так, чтобы на один день было в разных городах в Англии несколько встреч, иначе я не успею. Но приятное известие, на немощь на нашу, будто бы, если мы из Шенгена туда выйдем, они откроют нам не разовую визу, а может заезжать и выезжать, хотя бы два раза, то время, которое мы проведем в Англии, из 30 дней, на которое шенгенская виза открывается, высчитывается. То есть мы спокойно можем один день остановиться, ну, привести себя в порядок в Германии. Нас там наши, это Валентина, ждут. У нас препятствий-то никаких нету. А вот эта немощь наша, незнакомство, боязнь. Особенно я. Я боюсь всего. Сделаешь не так. Давайте вот по этому, по факту, поговорим сейчас. Вот у вас есть сейчас какие-то документы, которые нужно в интернете оформить, да? Нету. Документ, анкету заполнить. Единственный документ. Я понимаю, но это анкета-то в интернете. Мы ее нашли. Она на русском. Мы ответили. Мы собрали уже вместе ответы. 104 вопроса. Это не придумать даже. Ответили. А из Англии ответили. Да где вы берете такие анкеты? Должна быть чисто на английском языке. Все перебрал, нашел. Нашел, но не могу ее привести в такой вид, чтобы можно было по ней работать-то. Нет такого. То есть вы вопрос решили своим? Вот что вы писали? Да они у меня их и не перекинули. Я только могу показать, как они называются. Я их не могу не снять, ничего. У меня они все... Даже с ними вот потушил вечером здесь компьютер-то. И они у меня все выставлены. Четыре или пять. Вот раз, два, три, четыре. Видимо, даже пятый тут открытый. Как? Как, что там делать-то по этой, по анкете-то? И я ее не могу никак привести в тот вид, когда можно на ней работать. Виктор-то приехал бы. Но все разводят, а я у врача. Все-таки уперли меня туда. Одно... Так, все нужно. Туда? Ага. Сейчас. Вот. А одно только положительное в этом. Я вижу, что меня таскают. Что у меня вот это. Да? Да. Что я познакомился с новым хорошим человеком. Вот это вот. Ну, самое-самое положительное. Так что сегодня я еду туда с подарками к нему. Сегодня они окончательно уже аппарат. Все, примерили. Слепок сняли, в ухо там залезли, как пластилином. Я говорю, я все равно носить-то его не буду, вы делаете. Они меня там зажали. Я надевать буду только при больших встречах и когда мне идут вопросы-ответы. Я не нуждаюсь в этом, потому что... А чего мне надо? Пропал и звук, и видео пропало опять. Это вот на эту нажали, которую не надо было нажимать. Это... Нажали, она прикрывала. Сейчас я перезанить попробую. Так, подожди маленько. Вот эту нажали-то зачем ее нажали-то? Включается. Да. Ну и как? Слышно, не слышно. Тут внизу какая-то рамка. Принять. Вот что означает она? Сейчас, подожди маленько. Звук опять пропал. Ну, что я могу сделать? Звук пропал. От меня сейчас зависит. И звук, и видео опять пропало. Нажмите вот это, принять. А? Принять нажмите. Серьез, сейчас лучше... Я не подключаю сейчас. А? Я пока не подключаю. Соединись с ним пока. Как я соединил... Еще, Сергей, я не... Игнать Ильич. Я слышу вас. Все, заработало. Заработало. Давайте, чтобы нам ближе к делу подойдем. Чем сейчас мы можем помочь? Что вам сейчас... Пока не надо. Виктор сегодня придет, завтра об этом разговор вести. Виктор придет, все наладит. Но мне позвонили, я у врача был. Я отказался от встречи. Он пришел бы, наладил все. Он мастер. Сейчас еще пока не надо. Только помолиться. Я просто вот... И Сергей, который был в прошлый раз... У вас опять пропало видео. Ну, у меня видео пропало. Тут какая-то... Я ее нажимаю, если... Вот это что? Принять, да? Нажму. Сейчас, смотри внимательно. Так, нету? Нет. Ну, я ничего не могу сделать. Да как не можете... Так, подожди, подожди. Сейчас, смотри. Так, виднать? Сейчас есть. Сейчас будет. Вот сейчас есть. Ну, она тут что-то... Может быть, что-то... Все. Я не так делаю, может? У вас интернет просто плохой такой, слабый интернет. Там провода у вас... Тут все уже исправили. Ну, тро заменили. Да нет. Я говорю, интернет сам. Интернет. Провода там с проводами. Видите, когда приходит, я один вопрос задаю. Виноват я или нет? Меня вот только один вопрос интересует. То есть, конкретно могу ли я что-то исправлять? А если от меня не зависит, я об этом никогда не говорю. Давай. На эту тему пока не говорим. После того, как Виктор побудет. Он что, сделает? А потом я еще скажу. У нас еще... Говорит. Сейчас вот человек есть, и когда надо, его не будет. Понимаете? Ну, давай. Скажи. Я тебя запущу сюда. Опять через тамбьюверты. И ты посмотри, какие у меня открыты. Ну, потом, после разговора. Какие у меня темы тут открыты, я их не закрывал. Дело в том, что я очень сильно болею. Мне очень тяжело говорить. Понимаете? Ну, тогда не надо, Сергей. Ничего не надо. Просто молись, и все. Я человек. Вот зашел я с Сергеем специально для того, чтобы он помог вам в этом вопросе. Понимаете? Нет, тут не помочь. Не помочь. Я собрал в кучу все, и где-то что-то лучшее есть. Я еще не смотрел почту. Я сказал им из Англии. Вы говорите, есть такая анкета. Дайте мне ее анкету-то. Я им делаю, высылаю туда. Они говорят, нет, а где вы берете их такие? И люди-то очень расположены. Что-то у нас не состыковывается. У меня тут еще один вопрос возник. Я просчитал, какие у них ветеринарные требования к собаке. Я же собака еду-то. Но они в прошлом году изменили будто бы. Они дают вакцинацию, несмотря на нашу, и ждать ни день, ни два, а шесть месяцев. Вообще. У меня виза на 30 дней. Это вообще нигде ни в одной стране таких правил нет. Я стал им говорить. Они говорят, вы поймите, что тут оккупировали буквально Англию. Едут, все остаются им. Их проверяют и проверяют. И все для того, чтобы не запустить. Ну, 200 тысяч человек в прошлом году заехали. Как говорят, зачем мы хуже? И мы можем заехать. Вот я сказал, вы найдите во Франции, где могли бы мы собаку оставить, если нас не запустят. На дней 8-5 там. У нас груз еще не определенный. Пропустят нет они нас. С таким грузом. Вы на видео смотрите, видео пропало. Я не сидел, ни даже пальцами шевелил. Это интернет. Здесь шевелить. Вы включите его. А когда пропадает, вы включаете. Я не подхожу ни к чему. Пальцем не задеваю. Задевать не надо. Вы включаете его. Так, я еще делаю не так. Ну-ка. Говори, Сергей. Видео включите. Она не работает. Она не работает. Она не заактивирована. Нету ничего. Она погасла, тусклая, серая. Сама погасла. Все нормально, слышно, слава богу. Хорошо, что слышно. Я рукой не задеваю ни мышку, ничего. Просто сижу и все. Ну, довольствоваться пока надо тем, что есть. Вот это вопросы, о которых надо помолиться. С этим грузом, это то, что в прошлом году нас пугали, чем на Шенген. А там вообще не смотрели. Препятствия теперь так. Гонят нас через Белоруссию, чтобы в Украину нельзя. Там банды грабят и прочее. Но мы не можем от так из Воронежа, из Ростова поворачивать на Белоруссию. Это почти 2000 километров нам надо гнать будет. Это мы не можем. Пойдем через Украину. Потому что пугали Азербайджаном, Чечнёй, а мы прошли везде. Богу, если ему угодно, оставит. А нет, значит, на этом закончится. Нам это не объедешь, то, что Бог назначил. Мы едем с такой миссией. Да, на Украине тоже люди живут, что там нормально все. Ну вот это вот, Сашку-то Билова-то убили. И там такие вот друзья сейчас отомстить грозятся. Тут ехали в поезде, пока написано, зашли какие вооруженные, которые русские едут. Всех до одного, все деньги, все забрали. Ну не расстреляли хоть, и то ладно. Это было ни в одном государстве такое. Когда вот это неопределенное время, как говорят, переходное. Ну вначале они друг друга подчищают, там что-то застабильнее. Стабильно будет, в конце концов. Да, вам будет успеть до военных действий прорваться. Да, нам главное войти в Грецию. Это пройти Румынию и Болгарию. Мы еще из Румынии рвались в прошлом году. Их в Шенген не зря не принимают. Мы с ними встречались, там беседовали. От них много мусора и много преступлений. Вот ответ какой был. Была одна страна против принятия в Шенгенскую зону, а сегодня уже пять. В 12-м должны были принять. И в 14-м, говорят, их не примут. Нам меняться надо. А то в хороший дом-то нас и не запускают. Я считал вчера, какие санкции накладывают на крымщан, которые голосовали. В Шенген заходить нельзя, потому что паспорт у них украинский. Но Украину не принимают. Да как простые-то люди в этом вообще не участвовали. А вы голосовали. Ой-ой-ой. Православная страна. Да тебя ударят по щеке, поставь второе-то. Весь народ наказывает. К родственникам нельзя съездить. Не знают, что делать. Призывают войной пойти на Крым. Ай-ой-ой. А то война, говорит, будет и самое большее там может быть один день. Ну чего ж тут дурью маяться-то. Надо молиться. Страна наша-то, Россия-то, она тоже стоит перед этим фактом. Ее начнут терзать уже не такие. Война-то не один день. Переключаются партизанские войны. Вы смотрите, они там и зенитные установки, и ракеты захватывают. Там серьезные намечаются действия. Да, я уже говорю про нашу. Если насчет там Китай двинет, 100 дивизий против одной русской, с юга пойдут, это больше недели не протянется. Если стоит задача истребления славянского населения, из 150 оставить 15 миллионов, или вообще еще рассуждать-то. Нам надо, говорится, вовремя опокаяться. Хватаются за эту зыжнешку, трясутся. Один раз живем, один раз умираем. Все? Да. Самое главное, я вот недавно Иерусалим своему другу звонил. Я говорю, брат, на пороге такие страшные перемены. Покайтесь со своей семьей, не опоздайте, покайтесь, успейте. Примите Христа в сердце. Самое главное сейчас. Да. Ну вот я довольна, вчера с хорошим человеком познакомился. Сегодня туда едут уже окончательно меня. Будут давать. Готовлю подарки, я ему сказал. Вот это я в своем русле. Он говорит, ну вот вам надо. Я говорю, я целый день один сижу. Да что, никого нет? Нет, голуби молчат. Я их так услышу. Я ни с кем не разговариваю. Просить ничего не прошу, я только даю. А с чем не разговаривают? Я протягиваю руку молча. Поклонился и пошел. Я в ушах-то сильно не нуждаюсь. А как же вы по скайпу? А по скайпу наушники. Я говорю, ой-ой-ой. С кем, я говорю, вы связались-то? На меня, на самого. Да вы что? Да вот. Я говорю, вы не говорите, сколько стоит аппарат. Я вижу, если это швейцарский, вы там такого специалиста, лучшего в городе нашли. Ясно делаю, что это деньги стоит-то. Я чувствую себя неудовлетворительно. У меня внутри давление начинается. Давление просто не кровяное давление, а давление от совести. Все покупаете, все делаете, зовете, везете. От меня-то какой толк? Они меня рот затыкают, да и все. Я говорю, ну я могу убедиться еще раз у Бога, что есть друзья, есть враги. По врагам иногда даже больше определяется. Нужен ты Богу или нет? Врагов нету, говорит, подумай. Или враг тебя хвалит, подумай, какую глупость ты сделал, если враг тебя хвалит. Меня они не хвалят. Это вызывает во мне удовлетворение. Надеюсь, еще не видели. Видео я новое выставил с Виктором Скуранковским. И мы там беседуем вот с Александром, с тем, который, ну, клиническая смерть у которого была. Втроем мы беседуем. Так, не все понял. Давай. Он, Сергей, выставил и видел, где он со Скуратовским беседует и с этим, с которым... А когда ты выставил-то, я ее не видел, вчера ее не было еще, ночью, что ли? Вчера выставил. Ну, я не видел, посмотрю. Не ночью. А вы с ним побеседовали. Он заходит иногда на Мейл.ру, а не выходит. Он меня из друзей сразу выбросил. Из друзей. А я ему дал знак, в друзья хочу с тобой. Это тоже, как бы не я, он бы и не знал, какой он есть. Ему это надо было увидеть. Я знаю почему. Это те, которые у нас знакомы, и они рвутся в священники. Им ставят не первое условие. Не то, что ты будь христианин, будь хороший священник. Нет. Не знайся с Лапкиным. У меня один такой был, заходит, он в алтаре помогал. Ну, он все делал. Там спрос, в рыпек, в церкви, в соборе. Парень такой. Он и фотограф, и кочегарки работает. И он подает свящи там, по-на-морям. А его настоятель остановил. А ты случайно с Игнатием не знаком. В дверях. А он говорит, так он мой дружок. Он сразу попятился от него и ничего не стал делать. Он его запустил, и он говорит, а что делать? Его только выгонять, а уговаривать его бесполезно. Бежу один у нас исповедуется. Долго. Но это старое еще время. Ну, долго. Я говорю, Володя, а что ты так долго-то? Я его знаю, простой парень, неженатый. Ну, че? Настоятель спрашивал. А Игнатий говорил, нет, не ходить на выборы. Да сосное бюро. Ну, какая же это исповедь-то? Но он говорит, мне не говорил. А может, кому из вашего села. Он из села Устальменко. Может, кому говорил. А родители голосуют. Он говорит, нет. А это не Игнатий так. То есть, он под меня копал и копал и копал. Он умер, а я все еще живу. Копальшики. Да у меня Господь Бог. Че, говорил я, не говорил. На исповеди, разве мы пришли выбирать советских деятелей каких-то? В советское время. Вот такая исповедь. Мы там вот вопрос такой затронули. Вот о крещении младенцев. Какое у вас вообще кредитное крещение младенцев взгляд? Крестить или не крестить? У меня абсолютно согласен я с профессором Осипом Алексеем Ильичем. Что он говорит об этом? И что говорит отец Дмитрий Смирнов? Главный силовик у патриарха. Правая рука его. Крестить надо. Но только у тех, которые действительно люди верующие. Которые будут наставлять ребенка. Я, говорит, крестил их. И кто вырос? Разбойник бандит. Девчонку крестил. Кто? Одни проститутки растут. Ну и что? Кому это надо-то? А теперь, когда я встречаюсь с ними, бывает, такие люди обращаются. Я говорю, а ты крещеный? Да, я православный, верующий. Ну ладно. И ты что, священником решил быть? А почему нет? Ладно. Теперь скажи, а когда ты был крещен? Ну, родители были верующие. Меня крестили, у меня справка есть. Это дава-то дали. Так. Так ты был верующий, христианин? Ну, меня причащали, я же сказал. Так. А вот ты три раза-то женился. Да блудил не знаю сколько. 18 баб у тебя было. Это ты в стадии верующего делал. Сгинь с глаз. Нещийся каянный. Еще в священники лезешь, подлый. Это ты в стадии верующего делал. Тебя в храм запускать нельзя. Ты должен 12 лет стоять на улице. Они что делают-то крещением этим? Люди ничего не знают. Его дальше не научили. И он жил. Он пил, курил, матерился. Он полным ртом хватал, что сатана ему совал. А теперь он батюшкой хочет быть. Да если бы ты не крещен был, ты бы сейчас крестился. С тебя все было смыто. Новая жизнь началась. А я теперь уверовал. Уверовал. И сиди, замкнись, чтобы тебя никто не видел-то. Погонь. Христианская. Ты был обрезан. Ты уже был израильтянин. Ты был крещен. Ты был христианин. По обрезанию, по крещению судится-то. Зачем же вы его крестили? И таких-то сколько? А теперь он женится на ней. А она кто? Она христианка. Она верующая. Она поет в хоре. А когда была крещена в детстве? А когда обратилась? В 18. Да в 18 и что у нее было? Ну мы же просили друг друга. Ну и живите, плодите детей. Христиан. Но она не имеет права быть. Потому что она уже не девственница. Условия для священника. Может жениться только на девственнице. А она отступница. Ее сразу отлучать надо. И когда говоришь, у них глаза на лоб лезут. А потом они на меня кидаются и рвут со всех сторон. А я считаю, канонические правила вселенских соборов. Поместных. Все извратили. Бандиты. И эти слова, которые я говорю, это не я говорю. Алексей Второй Патриарх говорил. Каких, говорит, бандитов напринимали в церковь? Я говорю, да ты-то, может, главные бандиты есть. Все разрушили. И самое-то удивительное, что я нахожусь в православии. Я тружусь за него. Тут бы близко не подошел к этому зловонию. Так, Володя, насыпь там и все. Вот, благочестивые семьи. Вот, крестить благочестивых детей благочестивых семей. Но благочестивых семей на каждом приходе можно по пальцам одной руки пересчитать. Там этих семей раз-два, да, обчелся. Вот. Там и выходит, что и крестить некого. Так, Сергей, дело вот какое. Батюшка, отец Аким. Вот смотрим, по телевидению-то, и разговаривает священник там, кто там, Ткачев Андрей, или кто. И говорит, крещение это такое таинство, в котором человек троекратно погружается в воду. А сам ребенка держит ногами вверх, как самолетик. И ладошкой в воду поднимает, ему затылок мочит. Считает погружать. И тут же стоит брокодил, его сразу судить надо, извергать. Согласно 50-го апостольского правила. А еще не в три погружения, да будет извержен. Он никто, он разбойник. Считает правильно погружать. А что ж ты не погружаешь, ребенок-то одетый. Он держит его одевши. И ладошкой по голове мощный. Да где такое крещение-то было? Почему из старообрядцев за 300 лет ни одного так не крестили? Ни одного! И баптисты так не будут крестить, хотя они совершенно неправильно крестят. Это прокидывает в воду, однократное погружение. Но они делают согласно устава своего. Православие, это... Я как-то был в отделе регистрации юстиции. Я говорю, зачем вы их регистрируете-то? Они подали цель регистрации. Да, у них в уставе написано. Цель регистрации написано соблюдать уставы православного статуса. Да, они их нарушают. И не один, и не два. А 413 правил нарушают. Я потратил годы, чтобы выявить всю эту безумную вакханалию их. Вот они лопаются от злости на меня. Да никто бы это не знал, что у нас такие нарушения. Прямо мне говорят. А то вы обнародовали все. А как не однородно? Тебя на это призван. Они не знают, что такое дух пророческий. Когда он тебя берет и говорит, иди, чтобы я не поразил тебя. Я обязан идти и говорить. Я хотел молчать. Иеремия говорит, ну внутри меня был как бы разлитый огонь. Он вырывался из меня. Они все понарушили. Кого они исповедуют? Кого причащают? Они должны стоять за пределами храма, эти люди. За пределами храма одну четвертую часть положенной эпитемии. Они ничего не понимают. Одна тут просит. Это не она, это другой уже. Священник вчера только сообщили. Эта статья-то появилась в русском доме про нас. А он пришел в епархию. Это и священникам говорит. А вы слышали такое? Вот есть проповедник Игнатий Лапкин. Кто это? Еретик-то? Это раскольник-то? Всевноправославный? То есть все, что он знает, все собрал. Он говорит, а вы его хоть что-то считали? Да нет, я от батюшек слышал. Они друг от друга, как лжепророки воруют слова. А он открывает журнал. Вы такой журнал видели? Да это журнал хороший, русский дом. А вы знаете, что он основан по благословению патриарха Алексея Второго, Иоанна Крестьянкина и Николая Гурьянова. Ну да. А теперь открывает статью. Вот смотрите, Игнатий с епископом. Епископ современной московской патриархии служит с их братом. И Игнатий вместе с ними рядом. Куда они служат? По керетикам приехали-то? Да как же? Да так же. Вас отучать надо, как жилстов поганых. Он дальше показывает им. Скажите, вот смотрите, Игнатий издал книги. А что за книги? Он говорит, ну вот смотрите, вот от симфонии, на неканонической книге симфония. А какое отношение симфония к верующим имеет? Они попы-то. Или одурелые, или бандиты действительно. Да он говорит, симфония-то издавалась в патриархии в старское время. Только неканонические такое не издавали. Я издал самую лучшую в мире симфонию. Он ничего не знает, поп. Но он знает, что ему сказали сверху ату, и он теперь пошел травить. Иначе его вышвырнет. Архиерей у меня говорит, если я не так сделаю, что он меня с ребятишками на снег выкинет. Так архиерей-то кто унес? Это главный пахан. Это банда самая настоящая. Я по-другому уже не могу выражаться. Ни канонов, ни чего не надо. И только преследовать и преследовать. Услышали где? Сразу все, травля раз, меня заблокировали в контакте. Два дня поработали, заблокировали. Мы ничего не делаем. Я отвечаю на вопросы, отвечаю по писанию. Ему разницы нет. Ему поп сказал блокировать. И они меня два, три, пять раз блокируют. Работать нельзя. Отошел, Сергей? Что-то, я не знаю, интернет-то балуется. Вам сейчас слышно, нет? Сейчас слышу. Отошел, это баловство какое-то у них там. Вот такая, брат, история. Но на меня это никак не действует. Я готов к бою. Я им представляю все из канонов, из Библии, святых отцов и жития святых. Они все нарушают. У них не за что ухватиться. С ними нельзя не спорить. Я вообще не спорю. Только один-два раза сказал, отойди от них, как от людей, которые приговорены к смертной казни. Писание говорит, обреши раз-другой, отойди от них. После первого-второго разумления отвращайся. Прямое повеление. И вот он говорит о крещении детей. И когда Осипов говорит, как будто бы... А я до этого у меня-то... Ну ладно, я к Осипову примазался. Только у меня в книгах это написано. В моих брошюрах, которые эти газеты были 20 лет назад, 30 лет назад, 40 лет назад, я об этом говорил. И Осипов-то откуда он заговорил? А как он сам-то крещеный? Они же не договаривались дальше. Эти годы никто слова не говорил, кроме меня. Я один был на вес Советский Союз. И пищатал, и говорил, и говорил. А теперь они поднялись. Это редко какой скажут, да кому от него услышали. Я от него... Я ему посылал материалы все. Осипову. Он все одобрил. А теперь разговорились говоруны. Ну и благодарение Богу. Ну да, слава Богу. Так посылал я ему вот к истинному православию. А тогда это было у меня 14 вкладышей к университетской газете. Крещение, покаяние, семья. И они сейчас говорят, ну прям даже неизмененные предложения мои. В кавычки можно брать. И нигде не сошлются, что это я сказал. Недавно одна, я говорю, умирает здесь. Схи, монахиня, игумене Варвара. Но она Ксения стала. Уже оделась в писаную одежду. Шишкина Раиса. Пишут ее биографию. Там приехали священники. Она такая знатная. Но ни слова не сказали, что она в моем доме пришла в церковь. Да какая же это биография-то? Самый главный момент упускаете. Из-за чего? Из-за ненависти ко мне? Да какие же они? А ты в моей книге посчитай, какие она давала показания. Когда я ее в церковь привел, а она против меня понатравили священники и давала показания. И потом ее в тюрьму. Это единственный, который потребовал очную ставку. Раиса Владимировна Шишкина. Я говорю, только сказал, Рая, мы на суде Божьем будем отвечать за каждое слово. Как следователь скинулся? Вы что ей угрожаете? Я говорю, еще я финку показал. Я нас изменила показания. Нет, этого не было. Она говорила там что-то о деньгах, где-то давала десятину там и все. И отказалась. Я не знаю и все. Это один человек. Ну ее биографию сейчас посмертную пишите. Почему не говорите, что она была там-то и пришла в доме Лапкина. Через мою проповедь. Через мои занятия с ней. А она стала, я ее привел только куда? В Московскую Патриархию. Это вообще ни один человек не может объяснить. Это вы всех приводите в Московскую Патриархию? Да. И они против вас, да? Да они сумасшедшие. Да это еще слишком высоко. Они до этого не доросли. Это беснование. И она пришла в моем доме. И в ее биографии нет ни одного слова, где она пришла. А Геннадий, отец Геннадий, магистр богословия, он нигде не выступает, чтобы не сказать, да, я православный. Был менонит. Да, был у баптистов там, 50-ников, то другое. Но я пришел в доме Игнатия. Он для меня духовный отец. Он дал мне это. Он разбил все мои понятия православия ложные. Я принял эту истину. Вот это я понимаю. И вот он ничего не скрывает. И самый благословенный, самый плодовитый. Книга за книгой выходит. И все продаются у них в магазинах патриархии, одобренные сенсорским отделом. Мою-то они ни одну не одобрят. Потому что они будут считать, у них зубы заболят. Вот так. Игнатич, ну ладно тогда. Давайте я у вас заберу это видео сейчас. А что ты заберешь? Ну вот видео, которое мы сейчас снимали. А-а-а, видео. Ну а поэтому Витя сегодня приедет, посмотрит. И тогда я... Я вот Сергея привел. Можно обращаться к нему, вы с ним скажете, подружитесь. Если что, обращайтесь к нему, он там поможет по этим вопросам. Он тоже в интернете там соображает. Брат, я не могу этого сейчас еще сделать, пока не придет Виктор. Я его вчера задержал. Мне никак нельзя это делать. Я понимаю, что это не на один день. Ну ладно, это потом, ладно. Он придет, когда не будет сделано, я обращусь. Ну по инстанции. Он все ведет, у меня делает, я через голову прыгну. Это будет и неприлично, и неправильно. Тем более он безотказный. С работы приехал был. Ирина Тихонович, мы с вами друзья в моем мире. Ага. Можно через мой мир обращаться. О, это я люблю мой мир. Самое современное для меня и приемлемое. Я в курсе. Я рад. Спаси Христос. Так. А вы почему бороду бреете? Я почему? Да. Я об этом не думал. Знаете, так вот довелось по жизни в этом русле жить. Так я и живу, так и брею бороду. Да я не спросил только, вы не в обиду только, я спрошу. А вы верующий? Да. Ну вот, христианин? Христианин. Ну, не буддист, не мусульманин. Ну так вы зайдите на наш форум и заведите слово. Я у вас уже бывал не раз. О, бродобрите. Там статья, о бродобрите. Там посмотрите. Если она не подействует, то я больше не напоминаю об этом. Я обязан сказать, потому что мы с вами встретились. Это противление Божьему творению. Бог сотворил так. И Христос бородой был. Я не буду спорить в этом. Да, конечно, есть в этом большой смысл. Да. Но вот так вот случилось. Ну, случилось-то что? Сегодня бриту выброси, уже случилось в помойке будет. Один раз. Я это услышал, когда я на военном билете уже с бородой. На военном билете в советское время. Сами понимаете, с чем это грозит. Вопросов никаких нет. Наш Господь так сотворил. Вы в храме зайдите, посмотрите иконы. Ни одного бритого святого нету. Это мало? Бритых даже в зену Иерусалим давить не пустил. А мы идем в небесный. Вопрос этот должен быть решительный и сразу решен. Потому что самое мало. В малом вере над многим поставят. Что под этот блудодейный мир? Протопопа вакуум говорил, что это блудодейная ересь. Зачем нам это нужно? Это все сделано неправославными. У нас сколько православных святых и ни одного нет бритого. Ни одного. Ни одного. Я согласен полностью. Иоанн и Исафьи обнаружили католики по бритым бородам. По бородам. То есть обоих казнили, трое их там было. По бородам. И считаем мы, какие казни были. И все, борода, борода, борода. Это у меня составил симфония. Я полностью с вами согласен. Но я не знаю. Я не знаю, конечно, тонкости в этой бородобритии, как вы сказали. Но я этим вопросом обязательно поинтересуюсь. Но я думаю, что вера внутренняя, она не может быть угасающей от того, что бреется бородля. Не полностью раскрыться вера во Христа. Вот она и раскрывается в малом. Вот когда судили у нас одного, и он с бородой был. И судья не знал, какую его уязвить. А что бороду носите-то? А борода черная. Я гляжу, у вас совесть такая же черная, как ваша борода. А он говорит, господин судья, если судить по бороде, то у вас совести совсем нет. Угу. У меня борода такая же белая, как у вас. Ну, какая есть. Вот смотрите, изобретатель радио, как считает и Попов. Попов, да. Какая там? Три волосинки. Хошимин. Две волосинки. Он такой, как... А вот выступает Щаплин. Посмотри, какая борода. А он по связи с общественностью. Все время в интернете. У него бороденка-то какая. Но он не трогает. Вот в этом вопросе Щаплин прав. И мы должны сказать. Никогда не было то, чтобы церковь меняла свое отношение к бороде. А которые бреют бороду, запрет был хоронить на кладбище. Их только как на падаль хоронили. На кладбище даже не пускали, не говоря в храм. Очень важный итог. Ну не знаю, я пришел. Если сейчас вот и на тех, что звали, мне каждый раз стыдно, что я безбаратно ему звали. Да. Не стыдно. Вот так. Это католичные православные сейчас попы Белоруссии и Украины. Они крещение все перепортили. Они прокатоличные до мозга костей. И поэтому сюда они всю эту заразу везут. Да из чего ради я должен быть? Патриарх бороду не трогает. Посмотри на него. Алексей, все наши патриархи. Ну можем мы пример-то взять-то. Посмотреть-то. Ни Иоанн Крестьянкин, ни Гурьянов. Никто бороду не брил. Это современно. Я не говорю о житии святых. Все до одного. Сто процентов. Бритого ни одного. Что тут подыгрывают-то? Не любите мир и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Да, отнутри не зависит. Баба подняла выше колен юбка. От этого не зависит. Я говорю накрашенное. Бог на это не смотрит. Это один и тот же дух. Один и тот же осмодей. Смотрит. И еще как Бог смотрит. Через святых. Игнать Тихонович. Я вот сейчас бородаю. У меня тут уже возникает вопрос. Такой параллельный. Обрезание. Обрезание. Обрезание? Обрезание. Обрезание это заповедь Божия. Я не понимаю этого обреза. Можете вы меня это объяснить? Объясняю. Это крайняя плоть означает нечистота. И Бог так установил. Обрезание крайней плоти это вступление в завет с Богом. И никто не будет обрезан. 12 глава говорит. Да будет предан смерти. Ребенок ли то взрослый раб. То есть не обрезан. Тебе не надо рассуждать. Бог избрал. А почему не обрезать палец или ухо? Ты с кем споришь? Это детородный член называется. Детородный. Он самый называется по-другому срамной. Срамной член. Но от него, без него, мы его более всего прикрываем. Как говорит апостол Павел. Не благовидные члены, более прикрываем. А благовидные, как глаза, не нуждаются в этом. Он нужный член. И поэтому Бог делает так. Вот говорят, мне звонят прямо на днях. Скажите, вот пошел когда Илиазар невесту для Исаака искать. То поклялся Аврааму и говорил, положил руку под стегно. Или стегно, говорит, или что. Зачем он руку под стегно? Я говорю, вы знаете, что такое стегно-то? Поясница. Положи руку мне, просунь. Он лежал уже, Авраам. Руку просунь под стегно и поклянись. А зачем? Я тебе поясню, другими словами. Положи руку, ладонь под мою мошонку. Непонятно мошонка, яйца. То есть, клянись моим потомством. А-а-а, вот тебе и а-а. Это обрезание от нечистоты. Почему евреи и обзывали необрезанные язычники, необрезанные? Мы обрезаны от... Получается так, что оплошность создателя, который создал вот это вот, человека с нечистотой, которую надо человек... Да, человек с нечистотой не создан был. Не создан был. Это тоже я вам попутаю, расскажу в коротенький рассказик. Один жалуется, Господи, ну почему она была такая хорошая, как ангел, а теперь стала как ведьма в доме, баба-то у меня-то. И Бог однажды загорел и сказал, я сотворил ее девой, а женщинами делаете вы. И поэтому получаете, что вам надо. Бог сотворил как надо, человек согрешил. И после этого входит обрезание. Вот и все. Непонятно. Нет, 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 здесь непонятно совершенно. Ну непонятно, так, ну примите как есть. Ну не написано, что понимающий веру еще. Не хватает веры, и вы должны сказать, у меня не хватает веры. А кто просит веры, Бог дает с избытком. Скажу, у меня нет вот этой веры. Веры во мне не хватает, да. Вот веры Бог даст. Видите? Просить надо каждый день и много, и часто, и больше. Видите, я когда стал молиться первый раз, я первым делом, первая моя молитва была, вот склонились на колени, и мне сказали, молитесь своими словами. А что просить? У меня все есть, работаю во флоте, учусь в мореходке, мне ничего не надо, здоровье 100%, деньги при мне. Я вдруг понял, нет веры. Я вижу впервые Библию, в этот день я ее впервые в жизни увидал. И я склонился и сказал, Боже, дай мне веры. У меня веры нет. Мне не послышалось, а внутренним голосом я почувствовал, как бы голос, отзвук по комнате пошел, верю, верю, верю. 51 год уже я верю. И у меня в Библии, я никогда в руках ее не держал. Так, Володя, сними этого хулигана, пошел. Значит, он опрокинет у меня там. Вот. Я верю всему, написанному в Библии от корки до корки, каждому слову. И у меня сомнения не было никогда, почему я от Бога получил этот дар веры. Попросите у Бога. Сергей означает почтенный. Ваше имя переводится, почтенный. Будьте соответственно своим имя и почтены перед Богом. Бог почтил вас жизнью. Даровал вам веру, хоть маленькую. И с сегодняшнего дня покажите верность Богу. Отрежьте шнур от бритвенного прибора. Если вы женаты, это будет жена против первая. Если же сожительница, сожительница обязательно будут первые, кто... Это женщины. А что ты не побрелся? А мне тогда говорили, а мне 23 года. А как тебя баба до себя допускает? Да у меня бабы никакой нету. Ну все равно. Ты бы молод был, моложе. Я говорю, что в эмбриональное состояние вернусь? На сколько лет моложе? Я такой, как есть. Александр Невский говорил, да ты что, образ как дикообраз. А я спрашиваю про дикообраз, они не знают даже, какие качества у этого животного положительные. Я дикообраз, а ты кто? Ну себе-то название дай, я тебя не буду обзывать никак. Как? Облупленное яйцо, яйцевидный скорпион. На, он какой идет. Зачем тебе это надо? Я несу образ, который дал Бог. Я не противоречиваю ему. Иоанн Креститель был с бородой. Мой Спаситель, образец всего Христос с бородой. Апостолы все до одного с бородами. Пророки все до одного с бородами. Ну на кого смотреть? На Хрущева? Чего дурью-то маяться тут? Тут и отвечать нечего. И все от внутреннего зависит. Так, проявление внутреннего, а внешнего проявляется. Такая и вера, неслышно засыпить. Как раз наоборот. А то вроде я бритый буду, и тогда у меня внутри вера засияет, как выфина. Да ничего подобного. Так, Сергей, а ты знаешь, что волосы священники в России стали расти чуть пораньше Яна Хроштадтского? И монахи волосы отрезали. Считаем, святого Илариона, другое, перед Пасхой, но отрезали сами себе, нашли сами волосы. Вот эта бабья голова-то у них появилась совсем недавно. Если мужчина растит волосы, муж, это бесчестье для него. Вопрос снят с повестки, бесчестье. А женщина растит волосы, для нее честь. А почему, тебе не надо щамкать? Ты уж прочитал, и сразу принято. Слушаюсь, исполняю. Волосы не должны касаться плеч. Определенная мера. А почему они растят? Почему? А что они не знают об этом? А что они не знают, что крещение в троекратное погружение должно быть трижды? Не знают? Что Библия должна на столе быть? Что священник обязан соблюдать каноны, а они 413 нарушают? Не знают? Вопрос-то не ко мне. Я такой вопрос никогда не ставил. Я услышал и сказал, слушай, Господи, слушает раб Твой. А Давид говорит, однажды сказал Господь, и дважды слышал я это. А как дважды? Я услышал вот этими ушами, и услышал сердцем, и принял. У меня нет ни одной заповеди, ни одного канона, против которого я сказал бы, что они не нужны. Я подумал, как я это могу исполнить в полноте? Вы людей спросите, которые перед вами. Вы десятину платите? Не платят. Это вор сидит перед тобою. Святотатис. Вор. А как же тогда? Да не надо спрашивать как. Вы обкрадываете меня. Господь говорит, а пророк вопрошает. А чем мы обкрадываем? Десятиной и приношениями. Малахия, 2 глава. Чего непонятно-то? Это понятно. Ина Тихович, тогда получается, нарушает закон тот, кто бреет бороду свою, и нарушает закон тот, кто волосы растит свои. Нарушает тем, что не платит десятину. И поэтому есть священство, где мы идем на покаяние, и однажды признав это виной, покаявшись, как пес на Блевотину, не возвращайся. Вот оно исправление. А то одно и то же. Пришла, у меня незаконный муж. Да было 5 мужей, это не муж тебе. Выйди из храма и больше не заходи. Вот и ответ ей. Док она уйдет там всегда. Да она никогда не приходила. Чего ты держишься за эту мерзавку? Мужчина, если бреется, это мерзость перед Богом. Мерзость. 22 глава, 5 стих второзакония. Мерзость. Док она красит губы. Мерзавка. А мужчина бреет бороду. Мерзавец. Все. Это Библия определяет. Не я. Я обязан сказать. Я дружбу с вами не теряю. Но я обязан сказать. В общем, получается такие, у Бога такие два упущения. Обрезание и бородобрение. Да Бог-то не сделал это. Вот так вы делаете так. Обрезаться необходимо, обриться запрещено. Да, так и написано. Так и написано. Я считаю второзаконие. 22 глава, 5 стих. Чего тут непонятно? Это когда Бог это повезет. Мы обрезаем владельцев, которых вообще нету никакого ни разума, ни вообще ни понимания, ничего. Там какой-то, наверное, четвертый, на какой-то сниму денег обрезают, я не помню. Вот. Просто обрезали. Так, Сергей. У вас фамилия Шестяков. Да. Есть фамилия Грязнов. У меня знакомый. Смотри, что Бог вам не переименил фамилию. Вы говорите против Бога. Написано, неверующий Богу. Я не говорю, я пытаюсь разобраться. Вы не разбираетесь. Бог не сказал, что кто разбирается. Не надо разбираться. Авраам ничего не понимал. Бог сказал, обрежь. И он тут же взял нож и стал резать. Бог сказал, кто не будет обрезан, будет убит. Ну и все, вопрос снятый. Почему мусульмане не рассуждают? Вы не думаете, что 2 миллиарда все дураки? С страхом, который хочет понять, почему? Не надо понимать. Это не задаются вопросы такие. Скажите, зачем аппендикс человеку? Аппендикс. По сегодняшний день ни один врач не может объяснить аппендикс. Для чего этот Яндекс ему Бог поставил? Но в Америке решили так. В аппендиксе люди уже объяснили. В аппендиксе это накопитель бактерий. Полезные бактерии вообще для кишечника. Человек, когда ест мясо, он начинает болеть. А в аппендиксе находятся бактерии, которые спасают человека. Это только пример аппендикса. Это всего лишь пример. Это самое. Таких примеров и их куча привести можно. От аппендикса умерли тысячи. Сотни тысяч людей умерли от аппендикса. Аппендикс начинает воспаляться, когда человек злоупотребляет мясом. Никакого. Я в рот мясо не брал. И мне делали операцию. Неправда. И в Америке это хорошо исследовали. И решили делать детям сразу же операцию. Из больницы выходят без аппендикса. Но никто не знал, что будет дальше. Они все стояли на учете. Это потом обнаружится. А что будет дальше? Ни один человек на земле не знал. А теперь знает вся вселенная. Дело подходит к 14-16 годам. Они делаются как бешеные. Бегут из дома. Да какое отношение к аппендиксу? А связь эта не установлена. Но прекратили немедленно. Сегодня говорят... В аппендике это хранилище полезно... Это версия. Это всего лишь версия. Не версия. Но это версия. Я понимаю, что это версия. Но вот так вот говорят. Это говорят. Говорят потом еще. Говорят ученые. Которые там исследуют. Я говорю об обрезании сейчас. Сергей, пожалуйста. Авраам что понял? Бог ему не объяснял. Вы откройте снова Библию. Если она у вас дома есть. Как у христианина. Она должна лежать на столе. Есть. Есть. Вот. Вот. Посчитайте. Ну откройте. Бытие 12 глава. И считайте. Как Бог разговаривает с ним. Ему открылся Бог. Должны быть животные пополам разрублены. И между двумя половинками животных и птиц он должен проходить. Зачем это нужно? Пополам он стоял. Рубил. Кровь брызгала на него. И разложил пополам. И между ними пройти. Зачем? Этих зачем у нас много. Мы можем задавать без конца. Но он так сделал. И дальше Бог заговорил. Ты должен обрезать весь мужеский пол. И купленного и раба и наемника, который приходит. Так? Авраам задал вопрос, который вы задаете? Не задал. Поэтому Бог похваляет его как отца веры. Я услышал, когда это надо делать. У меня вопросы все сняли. Я христианин. Слово христианин вмещается все. Все каноны. Все правила. Вот чем мы, говорит, отличаемся друг от друга? Я в это поверил. Вы не поверили. Вам нужен ответ. А Бог не объясняет. И объяснения нет никакого. Обрезается нечистота. Вступает в завет с Богом. Два ответа. Вас ни один не удовлетворяет. Бог не прав. Написано, неверующий Богу представляет его лживым. За этим другое кроется. Вы не верите этому. Это означает, ты подошел к Богу и говоришь, не ври. Ты врушил. Я этого не говорил. Это Библия говорит. Библия. Неверующий Богу представляет его лживым. Сергей, я вас не унижаю. Я просто говорю. Я обязан сказать это. Вы должны сказать, прости Господи, я не верил в это. Но это прообразовало крещение. Вот в чем суть-то еще. Обрезание прообразовало. Вы обрезаны, Павел говорит, обрезанием нерукотворенным, обрезанием христовым, запятая, быв погребены с ним крещением. В крещении. А почему не спорить? А какое отношение они имеют? Ты зачем рассуждаешь? Тебя сатана мущает этими вопросами. Написано, где совопросник века сего? Они умерли. Бог сказал. А почему у женщины борода не растет? Это ненормально. Гормоны сбились. Почему мужчина без бороды? Это ненормально. В башке что-то у него повернулось, сбилось. Блудный дух заставил бриться под женщину подделываться. Вы откройте большую советскую энциклопедию. Посмотрите, адмирал Макаров. Какие деятели. Все с бородами. Яблочков. Красивая борода. Верещагин. Ну, кого не откроете? А уже со времен Пушкина пошли бакенбарды и все. До него-то все. Это все вел Петр Первый. Первый обрился. Антихрист русский. Это большое нарушение в голове у человека. Большое. Это означает то, что в человеке грех очень сильно действует. Если он человек... Я вот недавно это только понял. Для чего нужна борода? Это нужно почувствовать сердцем. Да. А не так, что сердце подсказало, мне не надо бородовать. Я разговариваю, я говорю, с баптистами. Пресвятера собрались, и я там среди них. Ну, как у нас сказать, епархиальное собрание. И один из них, Карл Станиславович Сеглецкий. Очень хороший. И у них журнал «Баптист» 1904-й или 1906-й год. Большой, больше журнала «Огонек». И на первой буквально странице сидит молодежь. И дальше все. Все до одного с бородами. Баптисты. Сто процентов с бородами молодежь. Я говорю, а вот если бы сейчас все носили бороды, а тут сидят пресвятера, все безбородые. Вы бы носили бороду? Ну, если все, тогда и я... А почему Фидель Кастер на это не смотрит? А пресвятер говорит, я говорю, ты любишь мир, нет любви Божией в тебе, нет любви очи. А пресвятер говорит, Игнатий прав. Нам не надо еще обороняться. Это Бог так установил. Сам безбородый, но он честный. Вот как Сергей. Вот это я понимаю. Ты понял. Ему там, ну, всякие разные причины. Но надо сознаться. Не подыгрывать. Себе написано, да не уклонится сердце мое для извинения дел греховных. А вы извиняете их. Богу это противно. Бог так повелел. У человека растет борода с определенной времени. Признак бороды что означает? Борода говорит о возмужалости. У христиан всегда борода говорила о возрасте и о мудрости. Что с возрастом приходит мудрость. Язычники старались молодость продлить. Где это известно? Примудрость Соломона 2 по 5 главу. И поэтому они брили лица, сидят, говорят, жрецы с обритыми бородами. Они продляют молодость. Будешь моложе, на сколько лет. Это мне неоднократно говорили. Я знаю, откуда это все. Это блуд. Самый настоящий неприкрытый блуд. Ну, по поводу Сергея. Он не женатый вообще. Без женщин живет. Он-то в этом деле. Там блуд может быть такой другой немного. Причин много. Это блудодейная ересь. Протопо по вакууму назвал. Все. Мне это достанно. Я считаю, тема закрыта. Александр Дугин. Вот интернет, стоит его послушать. Александр Дугин. Он говорит о бороде. Очень интересный. Да. Такая проповедь о бороде. Истерников Герман тоже хорошо говорит. Да, истерников хорошо говорит. Я вот сейчас дам ссылку, Сережа, на это. Ну, давай, 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 посмеюсь. Ну, все, в общем, просмотрим. Ну, Сергей, решайся. Сегодня бритвы и конец. Наведи их, Кырдык. Подойди, скажи. Амба, Каюк, Кырдык. А еще обрезаться мне сейчас. Я не могу понять. Я, конечно, мне знаний не хватает, поэтому я спрашиваю. Не надо, но это абсолютно вещи разные. Это нельзя друг с другом сопоставлять их. Я не сопоставляю. Я не понимаю ни то, ни это. Сергей, это не нужно понимать, это нужно исполнять. Я сейчас объясню Сергею Щеснякову. Есть такое в жития святых, блаженный Августин. А это другому приписывает Амбросий Медиаланский. Он не может понять, как Бог в трех лицах, это один Бог и три лица. Как это может быть? Он все принял, но не вмещается. И однажды он идет по берегу моря и видит маленький красивый мальчик, там года четыре. Он вырыл ямку, и волна набегает, он почерпнет, подбежит и вылит в эту ямку. Он постоял и говорит, а что ты делаешь? Он говорит, я хочу это море вычерпать в эту ямку. Он говорит, так она протекает, а во-вторых, море-то большое. Как ты его сюда вместишь? Он говорит, а как ты решил невместимого Бога понять человеческим умом? И вдруг видение исчезло. Он говорит, господи, прости, что я начал думать-то? Тебе не надо думать. В Библии сплошь и рядом такое, что Бог не объясняет. Он сказал и повелел. Повелел, и вопрос снятый, вопросов нет. Ты мусульманин, ты прими все мусульманское. Она не хочет носить хиджаб. Ей шейх обращается, сестра, ты мусульманка. Ты обязан принять все. Я христианин. Я знаю, что посты Петроп и другие, это не евангельские посты. Они не нужны. Их нарушает 99, может, процентов. Но я христианин, и я православный. И у меня все посты соблюдаются. Я их в жизни ни разу не нарушил. Ни в тюрьме, ни в армии, ни в больнице. Даже там. Даже совершенно оставаясь без пищи. Я готов был неделю не пить и не есть, но пост не нарушить. Почему? Я христианин. Я докажу, что они не евангельские. Такого у нас есть в православии. Но я христианин православный. И у меня в детском ладере даже растительное масло не будет. Ни в среду, ни в пятницу. По уставу. И мы каждый день заглядываем в устав. У нас в общине никто не подходит к батюшке. Батюшка, разреши. Там молочко, гастриты. В каждом храме идут. У нас не идут. Почему? А мы учим. И люди понимают, у батюшки нет власти такой. А откуда известно? Апостольское 69 правило. И все, вопрос снят. Но я выразил свое мнение. Я знаю, что у нас ведут причастие на квасном хлебе. Неправильно. Правильно на бесквасном. На опресноках. Были дни опресноков. А у вас как? У нас на квасном. Мы же православные. Но это неправильно. А кто правильно? Католики правильно. Мы крестимся троеперстия. Или двоеперстия. Ни то, ни другое неправильно. Во всем элемент ереси. А вы как? Ну, я так научен с детства двуперстно. Так я и молюсь. Это принято равнозначным. А у нас половина больше крестят от троеперстно. Но! Правильно католики. Пятерня. Пять. Пять ран на Христе. На Христе умер человек, а не Бог. А почему вы за католиков? Да не за католиков. За истину. В данном случае они и правы. А когда говорят примат-папс, абсолютно не правы. Неприемлемо. Нигде Бог этому не учил. Люди подыгрывают своему сообществу. Своей коллегии. Этого нельзя делать. И не правы. Я должен встать и сказать, я не прав. Но в церковь надо ходить. И надо креститься в церкви. И как примет сейчас это общество церковное, если ты будешь креститься так, как они крестятся? Надо делать так, как правильно. Вот у нас сейчас везде строят купели. Я говорю, что я около 40 лет бился, везде материалы распространял. Всем данным архиереям посылал, священникам, на машинке печатал. И нигде не крестили в полное погружение. А сегодня крестят почти везде. То есть купели построили, но не крестят. Но это моя была не идея, а замысел. И я не знал, удастся или нет. Но стал патриарх говорить, что это не крещение. Это, как говорится, профанация крещения. И кто? Патриарх Алексей II посылает в те храмы, где полное погружение. Вот и все. Сейчас вся церковь об этом говорит. Кто? Сейчас церковь говорит сейчас об этом. Ну теперь-то говорит-то. Но начало кто-то положил же. Чего прячутся-то они? Кабы ненависть не ослепила их глаза, мы бы сколько могли дел сделать? Мы в епархии были, вот встреча. Епархия, Московская патриархия. Я говорю два вопроса, которые нас разъединяют. Мы были бы вместе. Первое. Жить не по лжи, как Солженицын выразился. Они лгут везде. Лживые отношения между священниками, между священниками и пастой, между архиереями и священниками, между патриархами. Везде одна ложь. Поэтому, когда меня спрашивают, что такое патриархия, одним словом я говорю, ложь. А двумя, всегдашняя ложь. А тремя, тотальная всегдашняя ложь. Вот что самое страшное в патриархии. И поэтому это обольщение, оно на бородея, на всем сказывается. Везде лгут. Они бы сказали, да, мы привыкли по-мирски жить, там бабники, как угодно назвали себя. Но мы не правы. Я понимаю, это покаяние, и оно может принести плоды. А они кончают семинарии Академии. Для чего я отвечаю? Чтобы оправдать любое безумие, любое беззаконие. Любой призыв патриарха. Вот для чего нужны семинарии. Они Бога не знают, страха Божия не имеют, Библии не любят. Выступает полчаса, патриарх ни разу слово Христос не произнесет. Что, случайно? А ты открой послание Колоссянам. В одной главе только, в одной главе 23 раза он поминает это имя. Еще непонятно. Мы разные. Вот вы у вас все, Христос, Христос, спаси Христос, говорите, не спаси Господи. Я уже объяснял это. Ну что, Сергей, Чистяков, реши, отрежь ты эту пакость-то сегодня. А вилочку оставь, для плитки сгодится где-нибудь? Он отрежет обязательно, я чувствую, он просто должен принять это. Да это как принять? Бог сотворил, тут доказывать не надо. Почему борода растет? Вопрос-то дальше идет. А почему? А кому вопрос-то? Вопрос создателя, он так сделал. И сделал для того, чтобы брили. Бриет, она растет, бриет, она растет. все время. И сколько же ты нарушений-то сделал за свою жизнь-то, посчитай. Ой, я вот вспомню, сколько я пропил, крышу не могу починить. Да ну и деньги, сколько пропил, уже деревню построить можно. А он крышу не может починить. А сколько ты прокурил-то? Ты сделай папиросу, она может быть длиннее километра будет. А ты сколько всего сделал-то неправильно? И вот это Бог дает нам момент покаяния, есть священники. Ты осознал, не откладывай на завтра. Библия говорит, не хвали завтрашним днем. 29.1 Прича Соломона. Ибо не знаешь, что он родит тебе. Услышал? Немедленно это сделай. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожестощите сердце вашего, сердец вашего. Услышал сегодня, а я завтра, завтрашний может не наступить день. И так и пойдешь туда, как нарушитель. Игорь Тихович, вы Евгений-то видели, он не то, что пояс одел, он уже гордо отрастил сантиметра на три. Кто? Евгений. А да, Евгений. Я знаю теперь, которые на меня нападают, а они почти все уже бороды не трогают. А какой нападает, которому книги вы отослали? Ну, Евгений-то Давыдовыдкин, это не то, что там нападает, он всей душой собирается к нам приехать, крещение принять. Нет, я говорю о том, что вы ему сказали о Божаде, и он перестал бриться. Сразу перестал, да. Это вид уже напоминает тебе христианский ум. Не то, что ты безбородый, ты пропал, но ты скажи сегодня, да, завтра другое буду. Сначала на тебя обратят внимание. Я встречался с адвентистами, и они начали город отпускать. Я говорю, а ты город начнешь? Ну, я решил посмотреть, каким бы я должен был быть. Помощник пресс-фитера. Он даже не знает, каким должен был быть. И что интересно, женщина под старость сделается, ну, более безобразная. Какая она старуха-то, как выглядит-то? А мужчина более приятный. У него все морщины, все закрывается, борода, люди смотрят на бороду, и морщины, где под глазами, это даже и не видят у него. И кроме этого ангиной болеют меньше. Это уже статистика показывает. Борода закрывает. И притом, ни одной минуты не надо тратить на это. Борода, и все. Можешь расчесать, больше ничего не надо. Да, есть, конечно, над чем подумать. Да, Бородатая Русь звали раньше. Бородатая Русь. У нее прозвище было такое. И посмотрите, картины Репина, Поленова, Сурикова. Боярли Морозова везут. Одного Бритова найдите. Ну, люди-то пишут со знанием дела. Художник он исследует. Пугачев, Разин. Даже эти разбойники, и те с бородами были. Ну, да. Но, Сергей... У них, скорее всего, тогда таких технологий не было для Бритова. Сергей, если вы нуждаете в доказательстве, я могу сейчас взять в руки и вам перед здесь показать. Но меня не видно у вас. Вот сидит, Илья Николаевич Ульянов, инспектор духовных училищ. И другие инспектора, и подчиненные ему начальники, все с бородами до одного. Дальше. Владимир Ильич Ульянов. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Там бабушкин, сидят они все, этот, Мартов, семь человек. Ну, самому старшему, видимо, тридцать лет, все до одного с бородами. Ну, что доказывают? Ульянов бородка бородка. У него же был бы просто такая бородочка. Сергей, ну, интересно, что вождь пролетариата в тридцатилетнем возрасте и все товарищи, все до одного с бородами неподравненными. Что доказывают? Это же это новинка. Раньше борода была, просто она показывала интеллигентность человеку, взрослость мужчины, этим гордились раньше. Закоренелый атеист, атеист. Да при чем? Я думаю, что борода раньше была просто, она как обиход такой, нельзя просто нарушение какого-то человеческих каких-то положений. Ну да, моральные такие, какие-то качества не нарушать своим. Просто мода была, уже эта моду перешла. Мода есть, то ты сбреешь. Ты не по моде, а по вере сделай. Вот тогда не будешь бреть. Да я согласен, конечно. У меня знакомый один, и он милиционер, но его поставили на такую работу, в дверях сидеть там где-то, охранять в прокуратуре-то. Ну я поговорил, я говорю, Павел, а что ты бороду-то теребишь? Зачем ты скоблишь себя-то? Ну, и он не стал бороду брить. Вначале два терпели, а ты что это, щетина-то у тебя? Ну а когда увидели, что борода, начальнику донесли, начальник сказал, немедленно его уволить, призвать в руки ему этот волчий билет. Уже перестройка идет. А он узнал, ушел, ушел и не является. Они, говорят, за ним по городу гонялись. По городу гонялись, найти, чтобы высказать, что начальник сказал, или бороду, или это. и выгнали с работы с бородой. Он честный, он не украдет. Это доказательства веры. Никаких. У нас, вот говорят, женщины, посмотрите, они без платка. Без платка все. Она должна быть в волном уборе. Все на улице смотрят, сто процентов. Но вдруг встречаются платки. Я гляжу, длинное платье, мусульманка идет, на ее посмотреть приятно. Едет на машине мусульманка, я ей побахал рукой, она мне, у нее только лицо видать. Веселая, сидит одета как надо. Переезжаем в таможню, и он выходит, и она сидит с ребятишком. Я подошел, познакомился, мусульманка, я говорю, как она одета приятно. Она, по-русски нормально говорят, она заулыбалась. Я говорю, вы за этим смотрите. За этим смотрите. Я ему книжку начал дарить, а в таможенник подскочил. Нельзя, я уже подарил ему. Посмотрите, как наши люди одеты. И когда мы выставляем фотографии в интернете, они друг другу, мы нашли мусульман, у них дети такие, которая Самира-то, Тагеева, она говорит, да это православные. Какие православные? Это наши мусульманки. Она им показывает, они не верят. То есть, природа сама учит этой скромности. Без платка означает не молиться. Вот причина. Не молиться. Почему? Женщина, молящаяся с покрытой головой, бесчестьит свою голову. И наши женщины, когда идут, посмотрите, какие они, даже зайдите на наш форум. Почему с покрытой головой это бесчестье? В церкви с покрытой. Ну, вы говорите бесчестье. Почему бесчестье-то? Если, нет, с непокрытой головой. С непокрытой. С непокрытой, если я оговорился. С непокрытой. Она должна быть с покрытой. А мужчина, если молится с покрытой, бесчестье-то он голову. А та Библия говорит, а поэтому женщина с непокрытой головой они не молятся. У нас одна девушка тут в школу поступила преподавать, а платок на ней надеты. Да ладно, директор заступился. Там бесновались учителя ее выгнать. Она красавица такая, она как картинка. Другая приняла с Казахстана. Она работала где-то по денежной системе там. Начальник вызвал. А что это за платок? Убрать. Она говорит, я христианка, не положено. Он несколько раз предупредил и вытворил ее. Она работник, для него никогда он такого не найдет. Он ее выгнал. И она говорит, а что делать теперь? Куда? Я говорю, ничего не делать, Богу доверяйся. И вскоре Бог дал ей работу больше зарплаты, на платок не смотрят. Бог проверяет нас. Вот вы будете бороду сейчас не трогать, вас обязательно кто-то будет щипать. Приготовьтесь к этому. Игорь Иванович, я знаете, все-таки свое мнение опять-таки свое. Хотя свое мнение у меня не должно быть, но я это выражу по поводу бороды. Вот в заповедях Божьих не сказано носить бороду. В них в 10 заповедях сказано о внутреннем содержании человека. И прежде всего, я думаю, что человек должен себя настраивать на усовершенствование самого себя, внутри себя, своего духа. А то, что снаружи, как Иисус Христос говорил, страшно не то, что внутри, а то, что изнутри. И то, что снаружи эта борода есть она или нет. А вот то, что внутри, наверное, будет намного значительнее для человека, чем борода присутствия или отсутствия. И заметьте, 100% сектантов все вот эти слова говорят, а вы говорите, что вы по духу сектант, не православный. Я думаю, так, будто бы, если вы будете сейчас к духовному совершенству стремиться, то в бороде ногами запутаетесь и упадете. Вам нельзя будет. Давыд говорит, да не уклонится сердце мое для извинения дел греховных. Вы оправдываете это. Вы к этому привыкли. Сатана уже ни одну удавку на вас накинул. Он держит. А ты так не рассуждай. Бог так меня затворил. Я смотрю на заповеди Божьей и не вижу там. Отпусти бороду и ходи в меч. Вам не надо рассуждать. Вы сами себя исследуете. Верили вы. Апостол Павел говорит, исследуйте самих себя. Вы на бумаге напишите. Вот я с бородой, я без бороды. Положительно. Кто одобрит, кто нет. Почему вы без бороды? Вы сами себе картину нарисуйте. Я перед вами живой человек. Почему я не стал рассуждать, а вы рассуждаете? У вас ума больше. И мой брат не стал рассуждать. У меня он поменьше, кстати. И я потому и рассуждаю. Я понимаете, ни разу не допустил даже малепусенькой мысли. А зачем и как? Я увидел иконы все до одной, сто процентов. Что, у меня Сергия Радонежская, она Кронштадтского. Да как это священники? А где вы нашли заповедь? И главное, вы заповеди уже знаете все. Откуда вы знаете заповедь? Это из Библии. Я тебе скажу, тебе нельзя жениться на родной сестре. А почему? Она мне нравится. В заповедях ничего не сказано, что на родной сестре нельзя жениться, на матери нельзя жениться. Это все в Ветхом Завете сказано. Кто откроет наготу матери и сестры, да будет предан смерти? Ты еще не считал про это? Так это Ветхозаветие. Ну, женись на родной сестре, кровосмесителем будешь. Из Ветхого Завета очень многое к нам переходит. Я относительно... Это закон тоже не читать надо. Закон должен быть просто внутри человека. Церковь Христова постановила. И вопрос снятый. Вообще, о Бороди больше не будем говорить. Они проходят. Я вас не убеждаю. Я засвидетельствовал. Больше о Бороди я вам не буду никогда напоминать. Ни зачем. Мне топить надо идти. А? Топить надо идти в храм. Храм идти топить. Ну, сейчас пойдешь. Так. Ну, что, прощаемся? Прощайтесь, потому что я сейчас останусь. Ну, ладно. Игнат Тихонович, если нужна помощь моя, я там говорил по поводу что нужно сделать в интернете, пожалуйста, если вы мне доверяете, то можете на меня положить. Я не вас в интернетном деле никак сказал, что у меня, который ведет дело, он должен подойти. Если не поможет, я сразу найду. Постараюсь вас найти. Потому что, ну, сами понимаете, каково это будет у меня? Человек, который полностью все обеспечивает, покупает интернет и компьютер купил. Я бы раз из чего его кинул. Вот, в общем, может, завтра, может, через год будут вопросы какие-то. Да, да. А он у меня вчера уже должен был прийти, звонит, а я там у врача. Я тоже неволен. Я бы не стал с этим слуховым аппаратом пользоваться. Но мне вдолбили, что у вас встречи большие будут. Да, встречи? Вы хотели, чтобы все время вам переводили. Я хочу сразу. Все, я принял. Володе уходить нужно. Все, отключаемся. Так, я ухожу от вас или вы от меня? Я не понял. Сергей уходит, я остаюсь. А вы остаетесь с кем? С Сергеем или со мной? С вами. Ну ладно. Смысл-то какой заложен. Вопрос-то задал. Я ничего не имел в виду. Я имел в виду только про интернет, так что не додумайтесь. Ладно, с Богом Сергеем. Малыши и блага. Я ухожу. До свидания. До свидания. Господь вам помощь. Спасибо. Слава Иисусу. Все, я сейчас... Сейчас я зайду.